Ну, я сразу на трамвае и к тебе. Долго? А я не ругал тебя? Конечно, ругал. Отругал. Чё к этой доле с тросточки-то идёшь? А как? Вот так, так отругал. Чё хочу сказать. Вот пришла, села, села и кладу. Кто пришла? Я. Да. Позвонила в дверь, да? Ага. Я подошла. Кто там? Я тебе не знаю. Ага, так, так. Откройте. Я говорю, а кто вы? Ага. Откройте, откройте. Вот. Он не сказал, что он, да? Я говорю, я таким не открываю. Повезу, но все, ухожу. И прихожу, думаю, ну, вон знакомый, ну, кто не знает. Это Мишка был? А, мой отец? Да. Ага. Чё, сегодня приходил, что ли? Как? Сегодня приходил? Ну вот, ты ушёл, а потом... Вот Мишка, возник Мишки. Ага. Ну, нет, нет, нет. Думаю, пришёл Денис, сказал, что не давать мне на деньги. И 200 рублей я не взял, а больше не дала. Пришёл сам. Было у меня, нет? Был. Честно. Был, был. Был. Вот. Но я не открыла и деньги не дала. Правильно сделала. Я не узнала его, понимаешь ты. Он, откройте, вы, Мина Николаевна, вы? Мина Николаевна, это я. А что я так не... А сказал бы он Кривошеюц, я бы открыла ему, отдала херст мне, естественно, 10 рублями, отдала бы. Но он не признался, что он Кривошеюц. И вот, думаю, в цехе, у нас в цехе такого голоса нету. В цехе, такой зло, галяйного, пахомого, нету ни голоса, не такой. Ну, голос родной, такой, ближкий голос. Ну, так и не нашла всё. А потом, вот уж недавно, да смешка была, да смешкин голос. Конечно, он так и говорит, пойду отжимать все деньги. Отжимать? Да, ой, там всё сразу. Всё, мне устроил, я практически летаю. Как он говорит, швабру на жопу мне натянуло, и я вот так вот летаю по комнате, представляешь? Всё заставляет, да, всё заставляет делать, чтобы рубашка была выглажена. Милиция, зайдите разок один. А он сам на днях сказал, что меня в ментовку сдаст. Как говорит, наберёт там это самое, в школу 170, с домашнего телефона, что там заложено бомбой, и всё скажет, что это я сделал. Нет, он не скажет, он скажет. Вот скажет, да. Он сказать скажет, он скажет. Прихнул такой. Так. И вот, видишь? Конечно. А ты, ты знаешь, нажал вот на эту, и звенит, и звенит, и звенит. Ага, на кнопку, да. На кнопку, да. Ой, это папа точно, 100%. И это, это я, Нина Николаевна, Нина Николаевна. Это я. Я, ну кто, скажи, никак не определил голос. У нас в цехе 500 человек. Ага. Болтаю. У Мастерской 500 человек. У нашей Мастерской. Да. Мужиков. Угу. Было, когда я работала. Угу. И голос, ищу, 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 ищу. И вот, не найду никакого голоса. Это, нет. Нет, это какой-то да. Это не из цеха. Честно слово. Это вот два, ну, месяца, ой, две недели. Полно, недавно прошло, прошло. Неделя? Нет. Месяц? Две недели, два часа. Как он был сейчас. Угу. Вот. Угу. Нет, это, денежечка, видите, не найду никак. Нету застатного голоса. Да, я понял тебя, я понял тебя. А вот сейчас прилегла, маленькая, и говорю, дура, как ты старая. Ага. Ой, а что, что про мать, говорит отец, это вообще, ты чё, дура, говорит, очкастая, такого, такого мне сына воспитала. Ааа. Сколько надо купить материалов, сколько надо купить материалов, сколько от него отказались, представляешь? Да. Потому что он пьющий. Он разбавливает, да, вот это вот. У нас был бидон из-под святой водой, но святая вода закончилась. И он туда водку налил, водку, и сказал, что у меня живот болит, надо водку в ёмкость для святой воды добавить, чтобы было хорошо. И ему действительно стало потом хорошо. Он, 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 и Света с таким живёт. Живёт, а куда ей деваться? Да, да. Да, да. Да, он, он вешал фотографии там, и её на заборах раньше, в конце 90-х. И там было написано, вот такая, такая-то учтенца работала проститутка, чтобы не ушла, представляешь? Он, он, он. Да. Он. Да. Осёл. Да вот. Осёл. О. Это что? Он тебе не ударил сейчас? В смысле сейчас? Ты проимешь в виду сегодня? Да. Нет, сегодня нет. Нет, честно. Но сегодня нет. Как же она терпит? Ну, как она терпит, а? А он это что ещё сказал? Вот когда с дачи ты сказал, что он на зоне в Краснодаре сидел до того, как пожениться на Светке. Вот, сидел, представляешь? И действительно, можно там вот человек, который сидел, распознать по повадкам, по манере поведения. Вот, например, на зоне очень я сам узнал, потому что в интернете посмотрел. На зоне очень ценится чай, чай. Да, и он постоянно чай гоняет. И говорит, что я был на зоне, и мне надо чайфернуться, чайфернуться надо, представляешь? Вот так вот чайфернуться надо. Да, 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 да. И Света, да я вот, фу, плёрнула с тобой бы, ушла в другую квартиру бы, а это ему поставили. Ой, а чё? А Свет хотел уйти, хотел уйти. Так он её взял и булыжником по спине, чтобы она не ушла. Да. Да. Связал цепью и назад затащил домой. А где связан он её? А в центре нашего двора. В центре вашего? Двора. Двора. А люди же видели? Видели, видели, все люди видели. А чё они могут? У него полиция вся купленная, вся. Он же там, он же это самое, водкой с ними делится палёной. Да, да, да. А тут это ещё, ещё эта самая мать тут недавно, недавно заявила, говорит, я сам вчера, вчера, говорит, слышал, говорит, тёть, 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 тёть Нине уже пора на тот свет, представляешь, вот так вот. Свет вот так, да? Да, свет так сказала. Света? Да. Ну, не пора на тот свет, а по-другому она сказала, что вот эта самая, когда Цицуарина умрёт, хорошо, что вот мы её квартиру продадим и деньги будут. Не дождётся мы, может быть, мы вперёд ещё уйдёте. Вот именно. Она вперёд ещё уйдёт. Вот именно, вот именно. Не дождётся мы. Вот именно. Чё я кому плохого делаю? Да ничего, просто всем, понимаешь, всем нужны деньги от тебя. Всем, кроме меня, естественно. Я-то чё, я на полизончике трачу. А мать там, это наводку для отца. Да, да. Ответ, мне смерть тяжелее. Ага. Отец вот, что в последнее время новое возмущение. Отец возмущается, что я в интернете слишком часто, слишком часто сижу, да. Ага. Ага. Да. Говорят, говорит, говорит, сам, сам, сам иди на стройку, сам иди на стройку, говорит. Ага. Да. Да. И специально так притащил баклуши, бутылки из кухни и начал на них ложкой, как на инструменте играть. А-а-а. Боже мой, Свет тут таким живет, а? Да, живет, живет. Боже мой, ну что ты. Ко мне уже сколько не было, лет пять. Тогда разошла, пороги вон там постояла, постояла. Это года два назад было. А так-то лет пять не было. И родни... Меня посылают постоянно, говорят, проверят, что там у ней творится. А-а-а, может быть, квартира мы продадим, деньги будут. Да. Она подписана на Сережу. Ну, она, кстати, да, вот ты вспоминала, месяц назад с Сережей говорила, но я чуть-чуть подслушал разговор, но целый разговор не слышал, и, может быть, речь шла про твою квартиру. Но утверждать на сто процентов не буду. Да, 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 да. Я тебе верю, все вернейшечко. А-а-а. Смотри, Сереж... Это то, а Сережа мне как-то раз позвонил, через два-три дня еще раз позвонил. Тетя Нина, как тебя чувствуешь? Тетя Нина, как тебя чувствуешь? На неделю, три, два раза звонил. Потом прошло недель, опять. И вот он в течение двух недель звонил три раза. Ой, а папа из тебя гордился суп-набор сделать. Какой набор? Суп-набор. Ну, что... Суп-набор? Да, да, знаешь, что он говорит? Говорит, растворю я циторину в кислоте, когда умрет, и ее на... ее кости на суп пущу. Вот так вот. А, все? Да. Че тебе это? Он... он говорит, что в тебе куриного мяса слишком много. Это... А вот твою тебе и твою тетю Лену. Какую тетю Лену? Какую мою? Его тетя... у него есть? А! Ну и че? Тетя Лена. Ну? Ее растворить надо. Вот так вот. Да ее, по-моему, он же давно растворил. Нет, она... Жива еще, я не знаю, она что-то и его родне. Она к его родне, она живая. Она вот прямо живет вот так от нас. Он раз и два пешком от меня к ней ходил. Когда друзья были лет пять-шесть назад. Вот так вот. Он от меня... Смотри, пойдет к тебе, к тебе Лену пробегает. Угу. Я хочу. Я хочу. И все, и все, и все таким живет, а? Угу. Вот сегодня начали сверлить у меня в моей комнате, прямо над потолком. Я ему говорю, дай-ка я пойду, пойду, разберу, чтобы не сверлили. А он пробурчал, сказал, так тебе и надо сверлить. Я говорю, вообще здесь еще раз тебе над ухом сверло. И... Да. Да. Чтобы ты почувствовал. Я говорю, я ему говорю, они не имеют права сверлить. А он говорит, в России законы устанавливает не Путин, говорит, а я. Вот так и говорит прямо. Ух, конечно. Да. Поганая. Да. Поганая. Вот, кстати, насчет поганок. Действительно, мать притащила грибы. Не знаю, где она, откуда притащила, но сказал, что с рынка. Ну, хотя, может, бабушка дала. И она, и папа пожарил грибы. Все вкусно было, даже со мной поделился. А потом я почувствовал, что-то неладное. И в туалет пошел на четыре. А он, когда я в туалет ходил, так вот насмехался. Ну, что тебе, грибы? Ха-ха. Траванул я тебя, как мы траванули скрипарей в Солсболе. А, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Скотина. Скотина. И пожаловаться некому. Да кому тут... Да. Пожаловаться, пожаловаться. Да. Ну, вот вчера, вчера пошел в Ашан вместе с матерью, да? Он. Да. Да. А на самом деле там... Ну, как? А оружие купил, да? Оружие купил. Правда, такое небольшое, ну, по типу рогатки. Ага, ага. Что, чтобы, говорят, надо стрелять по людям, представляешь? Ага, ага, ага. Да. Ну, как с таким житья? Она живет. Уже живет 20 с лишним лет. Да пришли ко мне. Так, она 25 лет с ним живет. Да. У меня сегодня не просто день рождения. У меня ж сегодня юбилей. Какой? Да. 25 лет. А говоришь, не просто день рождения, а юбилей? Ну, потому что там раз в 5 лет считается юбилей. А, слушай-ка. Тебе не 25 лет не будет. 25. Нет. Как? 2018 минус 1993 25. 25, да. Да. Так. А он еще деду говорит, менты говорят, тебя с днем рождения поздравят. В КПЗ. Так и сказал. Ну что, вот, и не боится, что я его дома? Нет? А мне деваться некуда, куда я уйду? Он же тоже дома сидит, у него же тоже нет работы. Летом хоть ты спокойно отдыхал. Да. Дома один. Ну и не дома, и на улице тоже. Ну, в смысле, да, дома, не в езде. А он говорит, он теперь в крестьянина превратился. Да, то есть, в смысле, работает летом на даче и бухает с октября до весны. Да. И Светка дает ему денег. Да Светка не только денег дает, но ему и карточки дает свои. А там, о-о-о, там 100 тысяч на счету, 200 тысяч, ну, в общем, много денег. Ну, меньше, но много. Много. А вот недавно экстез произошел. Отец вывел меня, подрались, а мать меня назначила виновным. И списала, нагло спиздила с моей карточки, это училка из школы номер 170, деньги, 3 тысячи рублей. Представляешь? Да, списала счеты. Якобы я устроил драку. Вот ты считаешь, что я устроил драку? Или отец? Конечно, он, чё говорить. И его надо штрафовать, да? Его. Ага. А мать отштрафовала меня за драку. Да. И 3 тысячи списала. А ты говоришь, пенсия, пенсия. Вот она, куда уходит моя пенсия. Всё в матери. Да, 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 да. Я так. Ты живой. То есть, с одной стороны, конечно, папа вообще один из худших людей в Самаре, в Самарской области. Но с другой стороны, и Светлана Анатольевна тоже не лучше. Тоже хороша. Не лучше. Да, да. Не лучше. Она недавно заявила, что 5 октября 1993 года бухала, отмечала День Учителя, при том, что была беременная, когда в Москве, ну ты помнишь, шли бои там за Белый дом. Да, да. Вот так вот, представляешь? Ай-ай-ай-ай-ай. Да. Как тебе, если мне тяжело? В форточке отец постоянно открывает форточки. Чтобы тебе просить? Нет, ну да, но ещё, чтобы вот такой вот ураган, чтобы меня сдул и всю мебель кверх ногами перевернул, чтобы меня обвинить, чтобы потом мать опять снялась карточки и дала ему чуть-чуть денег на выпивку, ну там не только выпивку, но и на жрачку там, на рыбу, на карасей, на всё то, что он пожелает. Пожелает. А мне хоть бы хрен. Да. Чего? Да. Единственное видео. Эх ты, Света, Света. Ты чё, она отменялась? Да, она не так и заявила, лучше бы без детей жила бы. Да, да. Эх ты, Света, 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 Света. Говорит мать, нет, отец мать говорит, была я раньше гулящей, а стала с отцом выпивающей, вот так вот. Она? Да. Да, она не пьёт сейчас. Ну она так, чуть-чуть выпивает. Ну да, компания где там. Ну не только компания, отец там постоянно и пивка наливает, он же её споил. Да, да. Ничего хорошего. Хорошего. А вы живёте по трёх, по четырёх комнатам есть? В двух комнатах мы живём. В двух комнатах и постоянно ходим друг к другу по комнате, потому что мы в твоих комнатах не умещаемся. И постоянно из-за этого стычки и скандалы. А вы же в четырёх вроде заходили. Да ты что? Они тебе наврали. Наврали. Ты чё, двухкомнатная только. Мать, а то они тебе нагло наврали. Ты чё, двухкомнатная. Не более того. Как это же так? Какой-то. Ну, не, брать не буду. Но я знаю, что вы в четырёхкомнатной. Не-не-не, в двух-в-двух. Это они тебе наврали. Кто тебе про четырёхкомнатную сказал? И Света, и он. Если, Денис, вот скажи по тронарьной линии Ваш дом слева или справа? Как в город ехать? Слева. Слева, правильно. Я была там. Была четырёхкомнатная. Двух. Врать не буду. Но четырёх. Нет, тебе показалось двух. Вот. Мы. Врать не буду. Не буду врать. В двух. А, это. Ещё мать вчера тебе говорила, что у тебя бабушка здесь была. Бабушка была? Была. А сегодня? Да. Была. Двух. Чё? Нет, о чём беседовали? Беседовали за деревню, как раньше жили, как сейчас. Ни Свету не вспоминали, ни тебя. Просто своё. Своё деревенку. Ага. То есть бабушка забывает о внуке, забывает о своей дочери и живёт беседовать о том, как раньше было, да? Да. Да. Да вообще она забыла нас. Забыла. Да она вообще, она заносчивая стала, хуже тем, чем отец ведёт себя. Ну там, правда, только отец ещё и сбивает, она пока... А, ну она меня тоже захлыстает. Отец, правда, кулаками хлыстает, а это самое... А бабушка берёт плотенец, и... Не плотенец, а платок, платок. И вот так вот начинает меня хлобысь-хлобысь по спине. Ага. Это... За воскресенье... Ты знаешь, Жень, этого, сандального поминки сына? Скажи мне, вот, Евгений пойдёт к нему на поминки. Двоёжный брат, у него сын умер, а был врачом. Вот. И... Десять лет, как он умер. Ага. Ой, вру, умер год назад он. Ага. Это... Болела он много... Долго лет. Вот Маша... Долго она у меня сегодня... Ага. Говорила, поесть мне... Вот щи, я тебя налью, если будешь есть. Щаса, не будешь? Не, не, не хочу, не хочу. Вот. Чё ел, Долго, скажи? Не, сегодня ничего не ел. Ну, поешь чей. А, это... Он как раз меня чаще всего перед едой избивает, да. Чтобы я даже не смог ничего себе приготовить. Последнее время стычка из-за картофеля у нас. Кто лучше картофель приготовит? Он мне, кстати, картошку испортил. Он много масла, масла, прям на готовую уже, она готовая, подлил и всё. И стал невкусным. А сам сказал, шо вкусное, жри, жри, говорит, парашу. Жри, говно. Дурак. Да, а я буду изысканные блюда из итальянской кухни. Вот он чё говорит. Асю. Асю. Ну. У нас таких... И Бог держит, и земля держит. А потому, что знаешь, почему самые лучшие там нужны в том мире. А самые худшие они не нужны, поэтому они больше всех живут. Это мне так отец говорит. Поэтому я, говорит, многих этих, многих, кого из Светкиной родни пережил, говорит, и ещё переживу. И тёщу, и её сестру, то есть тебя. Меня. Да. И что вообще, он около тебя, около 9 у тебя закопает. Асю. Не знаю, тебя кто-то там, где закопает пьяницу. Ну, такие вот дела. Это, лето ты с такой, надеюсь, не попали. Да. Ну, хоть что-нибудь с дачи носили тебе, вали, В смысле? Ну, с трудом. Нет. И ты сам туда не ездил? Ездил пару раз. Два раза, да? Да. Заставлял работать. А-а-а. Да. Чё он там сделал? Ты видел, чё он? Забор, я забор весь, ролл, ты колючий, а разырали. Да-да. Новый забор сделал, новый, это, кухню, всё такое. Ну, вот видишь, осень, роту хорошая, да? Осенью тепло, плюс 18. Да-да. А я говорю, ну, раз осенью тепло, плюс 18, так, так езжайте на дачу. А он на две недели раньше с дачи съехал, чем в том году, представляешь? На две недели раньше? Да. Халтурщик. Скажи, что халтурщик. Халтурщик. Откровенный халтурщик. А там ничего, он не работал, чё он новое в доме сделал? Не знаю, не видел, не был, давно не был. не видел, честно. Ну, какая-то, что-нибудь поганое, согласна? Что-нибудь поганое в доме сделал. Да, 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 согласна. Да, согласна. Угу. И Светка каждая пятница влезла к нему туда. Да, нет, это хорошо, это хорошо. И я смог из-за этого по своим делам там. В общем, они, родители меня не беспокоили. Это да. А сейчас постоянно синяки, тумаки. Да. Да. Ну, что делать, а? Что делать? Ага. А я ей говорю, говорю, мать, ты ошиблась с мужем в 93-м, она обижается, да как так, что ты смеешь? А скажи, что она ошиблась с выбором мужа. Да, ошиблась, пришли, меня на сладу приглашали. Ага. Меня, да? А он, жених, невесты пришли. Думаю, господи, за кого же она выходит? Мы с ней разговариваем, а у меня шпанира не была, сундук зеленый, маленький такой. Да, я помню. Они двое на сундуке сели, ага. И вот Света говорит со мной, а у него шлюни текут, спит, жених спит, и салюни на брюки, салюни, да вот Света нашла себе мужа. А сладьбу еще не было, приглашать на меня пришли, на сладьбу. Угу. И вот, думаю, боже. А Лена у калитки, Лешина сестра, остальше, стояла у калитки. Вот они ушли, Лена и говорит, Нина, какая? Она умная, я ее уважала, Лена говорит, но она... Это моя мать? Нет, Лена, Лешина сестра, где я жила, на поселке. Ага. А если как... Нет, про мою мать она говорила, да? Да, про мою мать. Ага, дальше, дальше, говоришь, что она дура там? Какая... Как я ее уважала? Ага. А за кого она вышла? Да, ты еще сказала, какая она дура. Ну, то есть не ты сказала, а она сказала? А, да, Лену сказала. Да, да. Какая она дура. Он дурак, он дурак, он будет еще, он дурее. А я взяла ей, про слюдится и рассказала. Ага. А я говорю, Лену, она еще... Он еще дурей будет. Она говорит, да, он будет еще дурей. А, я согласен с твоей Леной. Она... Она умерла? Нет, она живая. Да ты что? И там... Ой, умерла, умерла. Я же ее хранила, умерла. Ага. Умерла. Ну, жаль. Толковая была женщина, толковая. Толковая. Она и хвалит вот. Не за заказморность, и где-то мы хоть. Он еще дурей будет. Он будет дурак-дураком. Ну и правда. Да, я не спорю. Да. Да. О, да, кстати, он постоянно, он уже отстал от жизни. Сейчас все люди там с новыми телефонами, телефонами. Да, да. А он говорит, иди, говорит, мне голубя поймай, запихай там это самое письмо и отправь. Я нахожусь, чё, чё, серьезно? И как дал мне пинка под зад. И я как вывалился из квартиры, мне даже жопа болела. А я все. Да. А я все. Ну как жить с таким папой? А мама, видишь, Миша, Миша. Вот такие вот страсти у нас происходят. Да. Я и тогда еще, когда день рождения, кому-то делать, ему что делали 50 лет, все были, ну, дядя Ваня с своей Лидой был, а то все были мордва, он же морзин. Да. Мордва были, а ладно, дядя Ваня хоть был, это, с Лидой, а то все мордва были все. ты пришел и завалишь мне, бабушка весь день проплачала, ну, одни морда сидят. Ага, на свадьбе. И бабушка за это плачет. Это, нет, не свадьба, а день рождения его было, 50 лет. А, точно. Где, они далеко от нас. А торговый городок, ты знаешь где? Торговый городок. Там был, там был у него юбилей. Да, это, где я жила. Не, это я жила в другом месте. Ну, это близко к твоему месту, но это другое. где я жила. Да. Две остановки. Тебе свет тут включить? Включить. Ага. Включи, миленько, включи. Так, сейчас. О! Спасибо. Пожалуйста. Вот. Ну, вот такие вот дела. Дела, вот видишь, не зря тебе, к тебе пришел он свет, свет включил. Да, сядь. Да. Я же на курсах электрика, да. Правда, пока неудачно лампочку не умею вкручивать, но учиться никогда не поздно, да. Да, да. Да, отец, вот я, знаете, лампочку учиться вкручивать? Стремянку его поставил, отец убрал у меня стремянку, и я вот так чуть-чуть упал. Упал, прям на пол упал, вот прям, прям, да. Ну, ладно, хоть высота была, небольшая. Эх ты. Да. А у меня бабушку я знала, вот недавно, не, ну, не судьба, как упала, вот, не, это, не, вот стояла, да, и голова закружилась, и она упала, золотой вот так, четыре дня поболела и умерла. Вот живет свобода. Наша советская, победа, наша советская, победа, а я, ой, вру, не победа, свобода, наверное, и умерла. Вот завтра она упала, да, да, да. на кухню себе, через четыре, бабушка ее станет уже, мы с ней 40 лет отработали вместе, и вот. А ты слышал, что-то с космонавтами-то? А что они? Да, да, на заводе с ТСКБ обыск, я недавно читал, что... Обыск у нас? Нет, не обыск, будет комиссия, комиссия, будет шеф Роскосмоса, Рогозин будет, из Москвы. Рогозин, это наш Рогозин. Да, и, и это самое, и там, в общем, я читал в интернете, что все талантливые кадры, включая, причем, в чем причина? Сейчас, все талантливые кадры ушли на пенсию, как ты. Да, 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 скажем, тебя очень ценили на заводе, да? Ты, ты, ты прям была лучшей работницей из завода. Нет, не завода, а в цехах. А на заводе кто-то был самый лучший? Ну, в целом, в целом, если брать. В целом, если брать, не по цехам, а в целом. В целом брать, у нас человек 20 было. Лучших. Не я одна. А, я понял, да. А в человеке 20 было? 20 человек. Лучших. 20, может быть, 21 из 19, много-много. Там, вот, я года два не работала, ой, года два прошло, и нас убирали туда. И вот, наши все, ну, человек 20 лучших было. Ну, ясно, ясно. Ну, да, 20, скажи же, 20 лучших человек России, да? А, знаешь, что, может быть, будет еще комиссия, ведь это начальника, директора завода, же Смиралия, да, да, жена-то убезла в Америку самолет, и, и к самолету вещей, эти, как я называю, денежечка, ну, драгоценности. И драгоценности, и, ну, вот. Ну, ладно, все. Назвать вас. Все, все, спасибо. Спасибо. Мне уже пора чуть не найти. Сейчас уже с ним, хоть спокойно посидишь. Да все, уже пора, нет, уже пора. Пора, а то стемнеет, а то надо еще в одно место сгонять. Вот. Денис, да. Честно, честно. Сколько тебе денег не платит? Ой, ты о тебе говорю, меня оштрафовали сейчас. Меня сейчас оштрафовали вот так вот. Вот так вот. Их вернут опять. Эти деньги уже не везут. Которую мать забрала? Да, не везут. А эти да, но через месяц только. Через месяц, да. И сколько, соц. 5 платили мне. Ой-ой-ой, да, что там платит-то, это все. Ерунда все. А ты слышал еще новость? Теперь обязаны в частный пенсионный фонд, граждане пенсионеры, которые вот новые, они теперь обязаны частный фонд выбирать. Не государственный, а частный. Вот так вот. Нет, это я не слышу. Да, но это не тебя касается, а тех, кто еще выйдет на пенсию. А, а это когда им надо сработать, они еще 60 лет, когда сработают. Да, да, ну все, спасибо за внимание, уже реально пора идти, к сожалению. Уйдешь сейчас, Денис, я рада, что ты зашел. Ну я тоже тебе рад, но пора, не, не хочу я щи. Но пора, к сожалению. Ну пора? Пора, пора. Ага. Пора. Давай. Рон, возьми. Сейчас. Че ты снимать? Да не снимаю, я не снимаю, время смотрю. 17.30 время. Субтитры сделал DimaTorzok